Дональд Трамп Дональд Трамп становится еще одним президентом Соединенных Штатов, которого хотят отымпичить. Собственно говоря, получается это, как правило, не очень хорошо, но заметим, что обвинения по своему масштабу все уменьшаются и уменьшаются. Если Никсону предъявляли взлом в штаб-квартире его политических оппонентов и нарушение, в общем, действительно, конституционного права на информацию, когда он пытался украсть, подчеркиваю, информацию своих политических противников, когда он нарушил практически уголовные правила, Клинтона уже обвиняли в том, что он, ну, несколько неправильно занимался сексом в овальном кабинете. Нет, ну, на самом деле вы обвинялись в том, что он соврал про секс. Ну, знаете, вообще-то, кто из родственных людей все время вам всю правду рассказывает про секс? Но соврал под присягой, значит, соответственно, он все-таки что-то нарушил. Дональда Трампа обвиняют всего-навсего в том, что он позвонил своему коллеге Зеленскому и сказал ему «do me a favor». Совершенно потрясающий аргумент, который приводят оппоненты Трампа. Они говорят «do me a favor» – он попросил иностранного президента о помощи во внутренних делах в Соединенных Штатах. Это уже чудовищно. Но, вообще-то говоря, если вы внимательно послушаете, «do me a favor» – это просто по-английски эквивалент русского «будь добр», не более того. Ну, уровень аргументации примерно такой же, как у наших замечательных экспертов-филологов из ФСБ в деле Егора Жукова, когда они просто формально придирались к словам. По всей видимости, вообще уровень компетентности и уровень аргументации элит, что российских, что американских, что британских, ну, упал уже ниже плинтуса. Но давайте задумаемся все-таки, а зачем все это делать? Потому что, ведь, между прочим, понятно, что шансы реально устроить импичмент Трампу очень малы. Поскольку большинство в Сенате у республиканцев, и республиканцы, конечно, не уступят своего президента, конечно, заблокируют голосование по импичменту, проведенное демократами в Нижней Палате, в Палате представителей. Но давайте подумаем об этом немножко глубже. Потому что, на мой взгляд, позиция демократов определяется не тем, что они во что бы ни стало хотят свалить Трампа. Гораздо важнее то, что они смертельно боятся собственных кандидатов на праймерис. Они смертельно боятся, что победить на праймерис может Берни Сандерс, ну, или на худой конец Элизабет Уоррен. А в чем проблема? Проблема в том, что именно эти два кандидата, и прежде всего Сандерс, имеют реальные шансы обыграть Трампа на выборах. А вот Джо Байден, которого продвигает аппарат, и другие кандидаты из этого же ряда, они особенно хороших шансов не имеют. И вот заметим, кстати, что в коррупцию обвиняется Байден, а импичмент пытаются устроить Трампу. Убрать Трампа с дорожки сейчас на этом этапе, или, по крайней мере, подорвать его позиции, подвесить, так сказать, его под вопрос политический и юридический. Это единственный способ проложить дорогу Байдену. А отсюда нетривиальный вывод. Импичмент Трампу пытаются сделать потому, что хотят любыми средствами, вплоть до фальсификации, вплоть до подтасовок, вплоть до применения внутрипартийного административного ресурса, перекрыть дорогу Сандерсу и, возможно, Уоррену. Вот в чем реальный смысл попытки импичмента. Так что, на самом деле, ищите классовое социальное содержание. Это не просто драка у кормушки нескольких группировок. Это страх правящего класса потерять очень серьезные ценности. Потому что речь идет о том, что развивать страну, в том числе и Соединенные Штаты, не меняя баланса сил и собственности в условиях кризиса неолиберальной модели, невозможно. Вот они и хватаются за соломинку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...